Всем привет! Дорогие друзья, у нас сегодня в обзоре уникальный панорамный вертикальный гриль отечественного производства МК 7.15. Главной особенностью данного гриля является то, что он объединяет в себе функцию гриля для курицы и конвекционной печи. А также данный аппарат позволяет при минимальной площади приготовить широкий ассортимент блюд, таких как курица, овощные блюда, мясные блюда, рыбные блюда и даже выпечку можно готовить в этом великолепном гриле. Далее проведем детальный обзор и расскажем о комплектации гриля. Устройство гриля. Производительный конвектор, съемный разборный вертел, трансформер. На вертел устанавливаются содержатели для разного количества тушек 8, 12 и 15. Дополнительная опция грилю – рамка с поддонами для приготовления гарниров и выпечки. В нижней части организован поддон со встроенным сливным краном, глубокое дно, в которое можно залить воду, включить нагрев и отпарить аппарат, что значительно облегчает уборку. В нижней части гриля мы видим управление, сеть, вращение вертела. Здесь мы видим таймер для приготовления и установки температуры в гриле. В стандартную комплектацию гриля входят три подвеса по пять крюков для приготовления курицы весом до 1,6 кг и три подвеса по четыре штуки при приготовлении курицы весом в районе 2 кг. Привод вертела защищен от протечек и снабжен тормозом для предотвращения прокрутки во время загрузки. И главное, благодаря панорамному виду обычное приготовление курицы превращается в целое шоу. Конвекционная система обогрева с высоким КПД позволяет сократить расходы на электроэнергию. Комбинированный нагрев продукта, конвекция и инфракрасное излучение позволяет при сокращении времени приготовления сократить и потерю веса готового продукта. Благодаря этому продукт быстрее готовится, сохраняет больше полезных веществ и приобретает красивый внешний вид. А теперь рассмотрим гриль в работе. Приготовим круассаны. Для этого мы установили рамку с четырьмя поддонами. Обратите внимание, маленький лайфхак. Поддоны выставлены пергаментом, чтобы продукция не прилипала. Круассаны подготовлены. Это замороженные полуфабрикаты. Они не требуют расстойки, поэтому прямо в замороженном состоянии отправляем в камеру. Предварительно мы, конечно же, разогреваем гриль до температуры 200 градусов в течение 10-15 минут. Как только погаснет лампа, сигнал для нас, что можно загружать продукцию, температура в гриле достигнута. Лампа погасла. Напоминаю, это означает, что разогрев произошел. И устанавливаем круассаны. Включаем вращение. Ставим на таймере 20 минут и наблюдаем. Время приготовления подошло к концу. Общее время составило 25 минут. То есть 5 минут я еще добавил к тем 20 минут, которые ставил ранее. Далее переводим, убираем температуру, либо оставляем на подогреве, либо второй вариант. Убираем температуру полностью, оставляем только вращение. Тем самым продукция будет привлекать людей, что очень позитивно скажется на продаже. Далее все, что остается, это насладиться вкусом горячего, хрустящего круассана. А теперь приготовим пиццу. Для этого мы загрузили пиццу. Заранее ее дефростировали, она была в замороженном состоянии. Это обыкновенная покупная пицца. Выставили 180 градусов и по времени примерно 20 минут. Расчетное время полета составило 20 минут. С фактическим совпало. Они все готовы за 20 минут. И даже дно запеклось. Так что весьма неплохо для покупной пиццы. Приятного аппетита! А сейчас приготовим основное блюдо, для которого был придуман гриль. И у нас тут есть подготовленная замаринованная курица. Устанавливаем ее в камеру. Предварительно, конечно же, прогреваем гриль при температуре 200 градусов в течение 15 минут. И не забываем налить 2 литра горячей воды в поддон. Курицу загрузил. Пару моментов по загрузке. Лучше проварить загрузку снизу вверх. Это просто удобнее. Вращать вертел можно вручную. Это упрощает скорость загрузки. Ножки скрещены. Крылышки подвернуты. Чтобы эстетически это было очень красиво. Далее, заводим таймер на 2 часа. Включаем вращение. Температура приготовления 200 градусов. В процессе готовки будем контролировать. Цикл приготовления подошел к концу. Нам хватило 2 часов. Проверим внутреннюю температуру. Итак, температура 82 градуса. Погрудки более чем достаточно. Шикарно. Внос 96,5. Приятный внешний вид курицы. Шикарный аромат не оставит равнодушным никого. Ну а анимация танцующих куриц заставит обратить на себя внимание любого клиента. Но есть одна особенность. Данный гриль не рекомендуется ставить в контактной зоне с покупателем. Поскольку стенки нагреваются достаточно сильно. Внешне мы видим, что курица полностью готова. Поэтому можно реализовывать продукцию. Далее проведем аргенолептическую оценку качества готовой продукции. В первую очередь стоит обратить внимание на то, что кулировка примерно везде одинаковая. Это достигается за счет одновременных двух видов нагрева. И к нагреву, и конвекции. И самый важный момент. Дополнительно в камере еще курица вращается. Поэтому, посмотрите, она зажарена со всех сторон. Такого эффекта в домашних условиях получить практически невозможно. Смотрим, что внутри. Давайте разломаем. Ой, смотрите, прям пар. Все проготовлено. Никакой сукровицы нигде нет. Отлично. Мясо легко отделяется от костей. Ну, а теперь я просто обязан попробовать, что получается. Мягкое, нежное мясо. Просто шедеврально. Добавить нечего. Приятного аппетита.